Есть у нас замечательный музей соседского вай-фая. От каждого гостя мы ждем подарки. С чем ты к нам, Маша, пришла? Я пришла к вам с афишкой. Я как делегат несу, вот распространяю новость о доброй вести. Наконец-то, наконец-то. У меня, кстати, такой нет, мне пока не дают, и надеюсь, я выпрошу. А у нас есть. Ура! Ура! Спасибо огромное. Мы ждем с нетерпением просто этой премьеры. Кирилл подготовил для тебя особое задание. Да. Испытание, которое мы обычно проверяем, человека, который к нам приходит сюда, потому что у нас все гости особенные, еще ни одного не особенного не было, поэтому проверяем гостя на... Особенность. На профпригодность, да. Поскольку Маша какое-то время работала балериной... Не по ней это вполне можно сказать. Маша, гран-батман. Раз и... Раз и... Вот это да! Офигеть! Единственное, что я могу это... Ну так как мы на большее с тобой не способны, кроме как вести программу, пожалуй, начнем. Пойдемте. О сносе Питсунды, отмене бесплатных школьных завтраков и продленки и о грандиозной премьере в Саровском драматическом театре. О чем говорит город, говорим, и мы обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события последних дней. В эфире «Соседский Wi-Fi» в студии Кирилл Васенин. И Лидия Шулаева. Подключаемся! Подключаемся! Ну, расскажи мне, Лида, что тебя потрясло на этой неделе? Кирилл, снос Питсунды для меня, даже для человека, который живет в Сарове два с половиной года, для меня это событие такое, ну, историческое, потому что я вообще за то, что история должна сохраняться. История архитектуры, история какого-то образа жизни, да, в то или иное время. И вот Питсунда, как она называется в народе, это же последнее здание барачного типа, которое оставалось в Сарове. Все, вычистили, нет больше признаков. Ну, слушай, с другой стороны, все те, кто там, когда хоть раз бывали, хоть разочек бывали, говорили, что там не очень хорошо внутри. Как бы не потому, что там все такие же одинаковые, а потому что само по себе здание уже устало. И, наверное, имело бы смысл от него избавиться вообще. Ты знаешь, Кирюш, ведь как относиться к этим зданиям? Сейчас, к сожалению, это тенденция, которая характерна для всей нашей страны. Саров застраивался не так давно, да, как город у него, не такая уж большая история. Если мы возьмем более взрослые города, то мы увидим, что там вытираются, вытирается история архитектуры 18-19 веков. Дома, они считаются даже порой памятником истории, а их сносят. Ну, а что с ними делать? Ну, что с ними делать? Аккурировать, следить. Ведь дерево сильно корнями. Если мы не будем знать наши истории, если мы не будем помнить, что же мы такое, Иваны родства не помнящие. У города должно быть свое лицо, а их застраивают просто безликими какими-то домами, коробочками. Особенно самое неприятное. Сносят один дом, и на его месте строят что-то непонятное. Ну, хорошо. Коробочная застройка, это, мне кажется, бич современного времени. Ну, представь, что сейчас на этом месте, вот в тот архитектурный ансамбль, который есть на этом месте, в районе Питсунда, встанет красивое органичное здание, в котором будут квартиры, в которых, насколько я помню, будут места для тех, кто стоит в очереди на эти квартиры. Будет бесплатно. Ну, да, да, предусмотрено, что застройщик должен будет продать 30% квартир города по цене 34 тысячи рублей за квадратный метр. Это, конечно, плюс. Но мы не знаем, каким будет этот дом, потому что проект, он в разработке, его еще никто не видел. А Питсунду уже снесли. А Питсунду уже снесли. И вот этот дом, каким построят, таким построят. Причем я хочу заметить, что было очень много общественных обсуждений, и жители города были против строительства там жилого дома. Может быть, и не за сохранение Питсунды, да, вот этого барака, и вот таких вот замороченных на истории архитектуры не так уж и много в городе. Допустим, соглашусь, Саров ограничен в плане земель, где-то надо строить, но жители-то хотели там видеть какой-нибудь детский центр, что-нибудь малоэтажненькое, чтобы не портило архитектурного ансамбля. Возможно, сквер, да, а построят все равно же сколько-то этажное здание. Я полагаю, что этажей будет, ну, порядка пяти, да, говорят. Ну, во всяком случае, наверное, вровень с тем, что стоит рядом. Да. А там пять-шесть этажей. Ну, посмотрим, посмотрим, как это впишется на самом деле, может быть, это будет гармонично, но, к сожалению, как показывает, опять-таки, опыт других городов, вот эти вот точечные застройки, они выглядят как прыщи на гладком лице города. Давай, хорошо, твое решение этой проблемы. Комплексная застройка. Должна быть единая картина. Я за это. Я за то, чтобы города были красивыми. Ну, вот как, например, Саровская ривьера. Красиво, в едином стиле, и я считаю, что это тот уровень, которого нужно придерживать. Полным ходом в Сарове идет бюджетный процесс. Самое интересное и самое обсуждаемое в проект бюджета не включены финансы на бесплатные школьные завтраки и на бесплатную продленку. Те, кто нуждаются в этих завтраках, так и останутся при этих завтраках, то есть с ними ничего не произойдет. Ну, а, собственно, при католическом строе, те, кто могут за него заплатить, пускай платят. Ну, я в какой-то степени с тобой, конечно, согласна и, в общем-то, хочу тебе сказать, что вся остальная страна так и живет. Нет бесплатных завтраков уже давно ни в одном городе практически России. Все за них платят, за исключением социально незащищенных слоев населения. И да, в нашем бюджете предусмотрено 3 миллиона для малообеспеченных и 9 миллионов для многодетных семей на финансирование вот этих вот бесплатных завтраков. Но я не знаю. Это вызвало такой огромный резонанс. И, насколько я знаю, депутаты планируют дальше на комитетах обсуждать возможность сохранения этих завтраков. Хотя, я тебе скажу, знаешь, как эти завтраки обходятся в нашей казне? Сколько? 90 миллионов рублей в год. Казне города, ты имеешь в виду? Казне города, да. 90 миллионов рублей в год. При этом капитальный ремонт этой же 10-й школы, как ты знаешь, там 113, по-моему, миллионов. Ну, почти, почти. Да, соизмеримые, можно сказать, цифры. И если провести мониторинг, а я общалась со школьниками и с каким-то родителем, не едят дети. И получается, что из этих 90 миллионов, миллионов 60, они в трубу. В трубу. Ну, нет. Я вообще согласен с теми, кто говорит, что не стоит тратить на это деньги, хотя сам являюсь родителем. И я понимаю, что сейчас я плачу за то, что мой ребенок кушает в яслях. То есть, это не бесплатно. Почему я должен платить за то, что он будет бесплатно кушать в школе? Он уже стал старше. Это моя забота. Я должен позаботиться о том, чтобы мой ребенок, чем он питается. Потому что государство нам ничего не должно. Да, ну это как бы мы помним. Но при этом я считаю, что если я заплатил деньги своей, своего кармана, который я честно заработал, я вправе спросить с тех, кто готовит. Это да, это я с тобой согласна. И если я говорю о том, что мне что-то не нравится, мои замечания должны быть учтены. Вот в этом я считаю, что есть несомненный плюс в том, что завтраки приводятся на платную основу. Да и обеды, собственно. С продленкой такая же история, Кирилл, что бесплатных групп продленного дня в Нижегородской области практически не осталось. Саров опять остался единственным городом, который пока еще до конца этого года эту услугу предоставляет. Есть законы, есть бюджеты высшестоящего уровня, региональный бюджет, федеральный бюджет, и мы регулярно получаем оттуда субсидии. То есть мы на одном своем бюджете далеко бы не уехали. Ну это само собой. Да, про эти все субсидии, субвенции все знают. И есть определенные соглашения подписанные, есть определенные законы, по которым из местного бюджета могут финансироваться строго определенные статьи. Если мы выходим за рамки вот этого определенного законами списка, то вышестоящие бюджеты нам говорят, ну друзья, вы тратите деньги на свое усмотрение, тогда вы и не получаете субсидий. То есть если мы продолжаем финансировать продленку и опять-таки завтраки, мы не получаем деньги из регионального федерального бюджета. То есть получается, что мы платим дважды. И дело в том, что городской бюджет теперь не может финансировать ставки воспитателей продленного дня. Вот и все. Продленка, конечно, это на самом деле было очень неплохо. Даже я помню, был маленьким, и то я в продленку ходил. Это было вполне как бы, да, почему нет? Но мы с тобой такие, Кирилл, антинародные, если честно, сегодня. Ну нет. Вы знаете, антинародные. Мы тоже же попадем под эти же проблемы. То есть, ну во всяком случае, вот я со своим ребенком попаду в эту же самую ситуацию, в которой мне придется платить. Но я настолько привык платить уже за все в государстве, что ну и что? Я уже не верю ни во что бесплатное. Да, бесплатного ничего не бывает, кроме службы в армии, кстати говоря. Одна бабушка решила под конец своих светлых лет... Пофестивалить! Пофестивалить до такой степени, что к ней пришел почтальон, который принес ее пенсию. Бабушка ударила его электрошокером. Бабушка ударила электрошокером почтальона. Забрала пенсию, всю пенсию. Для 43, что ли? Для 41 пенсионера там было 3,5 миллиона рублей. 3,5 миллиона рублей бабушка взяла себе. Потом, 3,5, запомнили сумму. Заложила свою квартиру еще за 4 миллиона. И на все эти деньги уехала в Таиланд. Бабулька вообще огонь. Ее искали год. Да, ей 73 года, нашей Марии Павловне. В Таиланде жила на вилле. Каждый день к ней ходили массажисты. И говорят... И третизеры! Третизер к ней приходил, представляешь? В общем, бабушка жила на всю катушку. Целый год в Таиланде. Да, целый год в тепле, возле океана. Тусила по полной программе. Прокутила все деньги, когда ее на следующий день у нее уже не было. По системе Интерпол бабушку нашли. У бабушки оставалось всего 200, что ли, тысяч рублей. К этому моменту ее экстрадировали в Россию, осудили. Бабушка села в тюрьму. Когда ее спросили, ну вы раскаиваетесь, бабушка сказала. Да нет! Да, Мария Павловна сказала, ничего я не раскаиваюсь. И если бы жизнь повернуть назад, сделал бы точно так же. Представляете, на что способны женщины? Женщины нельзя недооценивать. Решили в компании «Победа». Да, да, друзья. Лаукостер «Победа» всем известен. Самые супернизкие цены на перелеты. Он нас, да, за недорого перевозят из страны в страну, из города в город. Из Турции летел... Из Турции же, да? Да. Из Турции летел целый борт, который вели только женщины. Как раз из Стамбула. Из Стамбула, да. Я, между прочим, в Стамбул лечу на Новый год. Может, мне повезет. И моим самолетом будут управлять пилотесы. Пилотесы... Ну, а я тебе хочу сказать, что традиционно все туристы резко разделились на две части. Одна топит за то, что женщинам нельзя доверять ничего сложнее, чем половник и плита домашняя. Вторая топит за равноправие. Ну, вот как-то так, если всех разделить. Кстати, вот эти вот пилотесы, они еще и симпатичные, ничего такие. Ну, Кирилл, давайте смотреть правде в глаза. Самолет взлетел? Взлетел. Сел? Сел. Сел. Все целы, все здоровы, багаж на месте. Все нормально. Если бы пассажирам не объявили, что самолетом управляют женщины, они бы об этом никогда и не узнали. Потому что самолетом сегодня управляет техника. Ну, в общем, тоже. Я согласен здесь. А в Грузии, между прочим, во втором туре президентских выборов, грузины выбрали женщину президентом. Вот так. Женщины рулят. Ну, и вот я лично свое мнение. Мне, на самом деле, все равно, кто ведет самолет, кто управляет этой машиной. Главное, чтобы довезли. То есть, я в этом смысле крайне толерантный человек. Мне без разницы. И я, в принципе, наверное, за равноправие все-таки полов. Ну, с некоторыми ограничениями. Да, я за то, чтобы не открывали двери, так как я девочка. И носили за мной тяжелые сумки. Ну, вот ты же понимаешь... А я готова варить суп. Вот. Но если я хочу везти самолет, я хочу везти самолет. Но не давать ей самолета. Ты же понимаешь, что вместе с правами добавляются как бы ограничения. Но это всегда так бывает. Не бывает абсолютных прав. Ладно, мы с тобой тут можем спорить до бесконечности. Давай спросим у горожан вообще за, не равноправие, а против. И какие вообще женщины имеют права занимать должности. Лена, прошу. Равны ли у мужчин и женщин права в 21 веке? Здравствуйте. А что такое? Почему? Я на работу. У вас в семье обязанности равны, да? И права? Да. Нет, ну мама, конечно, главное. А ты-то как считаешь? В 21 веке мужчин и женщин права равны, нет? Нет? Точно. Я тоже так считаю. Женщина всегда умнее, главнее, красивее, важнее. Равны ли права у мужчин и женщин? Конечно, равны. Не совсем. При приеме на работу это очень проявляется. А как это проявляется? Кому предпочтение отдают? Ну, предпочтение отдают мужчинам, естественно. Я знаю мужчин, которые делают отличный маникюр. Уровнялись давно и равны практически во все. Все равно осталось. Чисто женское и чисто мужское. То есть равноправия все-таки нет, да? И не должно быть. Женщина всегда должна оставаться женщиной, а мужчина мужчиной. Реально она всегда будет. Ее нельзя стереть. Мужчина и женщина. А нужно ли ее стирать? Я думаю, что нет. Ну что, пока не женя, а женя, соответственно, не нужен. Ну, или там, мужчина, женщина, не важно. Раз сделаешь полочку, два сделаешь полочку. Сядь на шее и скажешь, все, умеешь, делай сама. Так. А, например, посуду помыть, да? Раз помыл, два помыл, да? Вот в этом и надо уравнивать, чтобы не одни мы мыли. В целом, я за равенство. А мы продолжаем. И к нашему соседскому вай-фаю подключилась хореограф Мария Лутошкина. Маша, привет. Привет, Маша. Привет. Подключаемся к вай-фаю. Ну, да, по традиции, сегодня у нас пароль, такой, знаешь, в профессию тебе. Фуэте. Фуэте? Фуэте. Главное, не перепутать буквы, когда набираешь пароль. Звучит как-то не очень прилично. Фуэте. Я ввожу, да? Фуэте, да, вводи пароль, фуэте. Что это такое? Фуэте. Это вращательные движения. Вокруг своей оси. Балерина на кончике пальцев должна провернуться 32 раза. А еще это пароль от нашего сегодняшнего вай-фая. 32 раза, Кирилл. 32 раза. Ты смогла бы, Лена? Я даже раз, наверное. Я-то просто толстый, я бы не смог. Ты бы это уронил и катался. Сколько хочешь раз. Как бочку. Ой, ладно. Не случайно мы пригласили в гости Марию. В конце этой недели нас ждет потрясающее событие, которое лично я ждала очень долго, начиная с лета, когда у нас в гостях была Марина Першина, директор нашей «Сарусской драмы». И она открыла нам большой секрет, который уже ни для кого не секрет, что в конце года на сцене нашей драмы мы увидим Алису в «Стране чудес». Премьера 8-9-го, и Маша стала хореографом этого спектакля. Маша, расскажи вообще, насколько уместны танцы в спектакле? Ну, так как это сказка, так как там есть дворец королевы, так как там много забавных сказочных персонажей, так как это театр абсурда, персонажи то и дело принимаются, пускаются в пляс, начинают двигаться. Самый крутой танец какой? Самый сложный, самый масштабный это танец «Игра в крокет», там огромные фламинго, мечи-головы с ушами. На самом деле книжка про Алису, она такая не совсем чтобы детская. Ну, в общем, да. Такая сказка для взрослых. И поэтому я и ждала этот спектакль, я ждала, чтобы что-то грандиозное, и мы знаем, что этот спектакль оставят, опять же, в рамках реализации программы «Театры малых городов», финансирование получено федеральное, деньги в этот спектакль вложены. Мы помним, водевиль прошлогодний, так не бывает. Это было ярко, это было сочно, опять все плясали, опять все пели, и в этом году ждем не менее грандиозного мероприятия. Много танцев, Маш, поставили для Алисы? Ну, прилично, наверное, танцев семь-то точно есть. Это прилично? Я просто человек не сведущий, поэтому мне интересно. Это прилично? Для драматического спектакля – да. А продолжительность какая у спектакля? Я думаю, часа два с половиной. И все два часа танцуют? Ну, то танцуют, то поют, все очень красочно, ярко, костюмировано, происходят чудеса, видеопроекции, современные технологии. Они живут мурашки. Большой такой столичный, добротный, качественный спектакль для детей и взрослых. Если бы я не ставила, я бы пошла как зрители обязательно, и всем своим друзьям, которые живут в Сарове, обязательно сходите. И так как город закрытый, вам очень повезло, и я в Нижнем Новгороде рассказываю своим друзьям про то, что здесь происходит. Они очень хотят сходить, но у них такой возможности нет. Так что жители Сарова – уникальные зрители. Счастливые люди, друзья, вы понимаете, мы счастливые люди. Маша, вообще, как часто ты ставила танцы для спектаклей, для театра? Ну, после того, как я закончила балетмейстерский факультет ГИТИСа, я бесконечно связана с драматическими режиссерами, актерами, и постоянно взаимодействую с ними, поэтому это уже не в первый раз. А самый крутой режиссер, с которым… Вот это прям, там, Люк Бессон. Оп, я ему… Люку Бессону ставила два танца. Люк Бессон – не драматический режиссер. Ну, просто режиссер. Да. Режиссер же. Ну, самый необычный и самый сюрреалистический и самый фантастический спектакль в моей пока что творческой биографии – это «Алиса в стране чудес». В Сарове. Да, в Сарове. И Галина Зальцман, она потрясающий режиссер. И я практически влюблена, восхищена и в восторге от ее работы. Кстати, если вы хотите посмотреть интервью с Галиной Зальцман, включайте на Ютьюбе последний выпуск программы «Культ поход». Там большое интервью с ней. Она рассказывает про спектакль «Алиса». И, знаешь, Маш, подтвердишь, не подтвердишь, мне кажется, она Алиса из советского мультика. Она прямо так на нее похожа. Ну да, актер часто к ней подходит. Вот мы здесь выведем режиссера. Правда ведь похожа на Алису? Ну да, она очень похожа. А как вообще люди выбирают себе в профессию балетмейстер для театра? Ну вот помнишь этот момент? Так, не пойду на инженера, не пойду в олигархию, я буду балетмейстером. Ну я с детства любила сочинять танцы. Сочинять? Ну изначально я танцевала, но чтобы танцевать, нужно до этого сочинить. И сначала в детстве это было на себя. Я помню, что папа включал мне Битлз или Квинн, и я кружилась по комнате, сочиняла какую-то себе хореографию. Но потом я решила, что я хочу стать балериной. Я стала балериной. Как Волочкова? Ну, мои кумиры немного другие. А под Егора Летова у тебя не было никакого танца? А, под Егора Летова это забавно, потому что я репетировала долгое время под одну музыку, я ставила перформанс хореографический для открытия одного ресторана в Нижнем Новгороде. И что-то мы с артистами уже засиделись практически там до двух часов ночи на репетиционной точке, и нас уже всех тошнило от той музыки, которая была, и я просто на всю громкость включила. Моя борода! Да? Ну да. Да! Она с человеком! Она с гостями, которая понимает нас с тобой, Кирилл. В прошлый раз в гости, когда я его спросил, дал ему выбор Егор Летов или Крит, он сказал, лол, что? И выбрал... Летова он выбрал. Ну ладно, Летова выбрал. Он увидел наши лица и сказал, ну ладно, пусть будет Летова. У нас проверка на возраст такая в программе. Ну вот, кстати, Алиса, помимо того, что это сказка для детей и взрослых, помимо того, что там будут всякие чудесности и волшебства, для меня это такая ностальгическая история, потому что это все-таки Алиса Асса. Вот. И очень связано, там есть отсылки для тех, кто в курсе, для людей, кто вырос на фильмах Соловьева, те, кто слушал БГ, Цоя, Летова. Вот там будут такие маленькие приветики из детства. Вы все это увидите. У меня, кстати, уже билеты лежат. Я иду на премьеру. Ты просто воспользовался положением. А вы идете на премьеру? Задыкал билет себе. Билет, кстати, в кости театра, Кирилл. Иди и покупай. Они еще есть. Да я-то пойду. Вот пошли бы они. Они-то пойдут. Пошли бы мы. Пошли бы мы. Ценарист, когда пишет, ну хороший ценарист, он в голове сцену себе представляет, которую написывает. То есть он видит диалог со всех сторон сразу. Режиссер когда ставит, он закрывает глаза, он в общем видит, как это все должно происходить. Когда хореограф ставит, вот ты закрываешь глаза, ты и музыка играет. Ты видишь движение или как? Вот этот вот процесс творческий, как он в голове происходит? А надо же еще помножить, да? Одно дело для себя танец сочиняешь, а другое дело, когда понимаешь, что там 5, 10, 15, 20 человек. Потому что какое-то движение в денежном исполнении хорошо смотрится, а когда там 15 человек уже... В массе уже будет не так круто. Ну, в моем случае это похоже на конструктор, может быть, даже на какую-то архитектуру. То есть я сначала вижу какие-то передвигающиеся массы, потому что это выкристаллизовывается, солисты, массовка. А не похоже ли это на... Ну, условно говоря, это есть некие базовые элементы танца, ну, условно, движение рукой вот так, там, движение ногой вот так. И вот ты их просто компонуешь как-нибудь, как будто реферат собираешь из 10 из интернета. Вот похоже это как-нибудь на это или нет? Или это всегда с нуля и что-то... Бутушок. Каждый раз это, конечно, должно быть какое-то вдохновение, чистое творчество. Чистое творчество. Вот, ну, конечно, и есть какая-то система, от которой ты отталкиваешься. Конечно, есть какие-то базовые танзю, фуэте. Танзю! Танзю, фуэте, это как у вас, конечно, кухня вот звучит. А это уже как французская кухня. Отличается как-то современный танец, современная хореография от театральной хореографии? Ну, это, естественно, зависит от задумки режиссера и конкретного спектакля. То есть если мы ставим классический вариант «Войны и мир», конечно, там должны быть мазурки и классические вальсы. А в нашем случае, когда это такое, не побоюсь этого слова, сочетание постмодерн, тогда хочется, конечно, и контемпа добавить, и… Контемпро-при. Тверка немного в «Алиско-Стране чудес» добавить. И тут чеширский кот начал делать тверк. Продемонстрируй, Кирилл! У тебя баллов! Из тебя бы получился отличный чеширский кот, как ты уже делал. Ты веркаешь! И к тому же у этого всегда будет высокий рейтинг. Это просмотры. Твоего тверка! Я уже всем представила. Как я тверкаю? Да. Так, все, забыли про то, как я тверкаю? Все вместе забыли? О, нет. Такое не забыть. Вот, знаешь, Маш, если у тебя получится когда-нибудь в жизни, где-нибудь… Ты из Питера? Я? Нет, я из Нижнего Новгорода. Из Нижнего Новгорода. Если когда-нибудь Нижнего Новгорода для тебя получится поставить тверкающего кота, напиши мне, пожалуйста. Хорошо, обязательно. Ты же, Кирилл, Кирилл, смотри! У меня есть роль для тебя! Это из-за тебя все! И бур-бур-бур! Тверкающий, тверкающий телеведущий, да. Вообще, можно научить танцевать человека, человека полена, например? Всех ли можно научить танцевать? Человека полена? Лично мое мнение, что всегда можно найти какой-то подходящий стиль. Чуткий хореограф должен отталкиваться все-таки от материала, который, от самого конкретно человека, от его возможностей. Если он, например, не может поднять ногу на 180 градусов, ну, например, он может... Что ты не смотришь? Как будто ты можешь! Ну, например, у него потрясающая музыкальность, координация и чувство юмора. Тогда можно оттолкнуться от этого и вот... Пусть смешно танцует нормально! У нас спектакль, например, есть такой персонаж, два персонажа, которые слились воедино, тру-ля-ля и тро-ля-ля. Такие крепкие пареньки, далеки от танца, от классического, но вот я старалась оттолкнуться от их индивидуальности и, на мой взгляд, пока что это мой любимый номер в спектакле. Как здорово! Я уже ждусь нетерпением. Я бы танец гусеницам, мне неплохо получился бы. Слушай, ты все роли забираешь. На грибе. Тверковище кот, гусеница на грибе. На грибу. На грибу. Мне так хочется все рассказать, все выдать, но нельзя, мне запретили. Сказали только не выдавай секреты. Держись, Мария, держись, держись. Ну вы представляете, что нас ждет в театре 8-9 декабря? Если вы еще не купили билеты, то я вообще не понимаю, что вы делаете. Бегите, бегите, бегите. Пока на лайфхакере публикуют статьи о том, что нужно купить на случай войны, в Санкт-Петербурге школьникам на уроке русского языка дали задание написать письмо отцу на фронт, используя при этом выражение «как там на фронте» и «возвращайся с победой». Как уточняет, говорит Москва, речь идет об учебнике «Литературное чтение для четвертых классов», авторами которого выступают Климанова, Виноградская и Бойкина. На 82-й странице учебника школьникам предлагается прочитать стихотворение советской поэтессы Елены Благининой «Папе на фронт», а потом написать письмо уже своему отцу. Шокированные родители потребовали разобраться в ситуации, на что в Минпросвещении им ответили. Вопросы заданий во многом вопросы конкретной образовательной программы, вопросы педагога, его умения и таланты сделать программу доступной и интересной для учащихся. Учебник здесь один из инструментов. Период Великой Отечественной войны – это история нашей страны и неизменная составляющая образовательной программы. В истории есть места героических и действительно грустных событий, но школьники должны изучать и знать историю. Настоящий животный беспредел случился на днях в Новокузнецке. Суд признал виновным в затоплении магазина игрушек котика Яшу, проживающего вместе с хозяевами этажом выше. По сообщению канала 360 ТВ, пока никого не было дома, хвостатый захотел пить и открыл кран на кухне. Этому, кстати, и его научил хозяин. А вот закрывать не научил. В итоге штраф 200 тысяч рублей. После случившегося хозяева, у которых таких денег нет, хотели даже выкинуть пушистого хулигана на улицу. Но рука не поднялась. Потому что котиков любят все, несмотря ни на что. Немного, да что уж там, много пугающая новость пришла к нам с просторов телеграм-канала Мэш. Под Нижним Новгородом разыскивают недобросовестных граждан, которые украли 36 метров металлического забора возле села Нелюбова. Но забора не простого, а защитного. Вокруг скота-могильника с сибирской язвой. Захоронение появилось на этом месте более 50 лет назад. А вот забор поставили только в прошлом году. Но зачем такому добру пропадать, решили ребята. Теперь их ищут полиция и врачи. Вирус язвы очень живучий. И может быть все еще смертельно опасен. Сегодня мы будем правильно продолжать цитату известных творческих людей нашей страны. Я буду тебе читать, кто сказал, и начало фразы. Тебе потребуют и три варианта ответа о концовке фразы. Тебе надо будет выбрать правильный. Готовы? Ну, давайте. Олег Анофриев. Вы знаете, что такое, Витя? Конечно же. Это, который озвучивал... Бременских музыкантов. Совершенно верно. Итак, Олег Анофриев. Государство есть государство. Оно требует... А. Денег. Б. Власти. Ц. Подчинение. Подчинение. Молодец. Первый правильный ответ. Е. Тут на экзамене, Кирилл. Давай что-нибудь попроще. Все. Олег Табаков. Хорошо. Наше все. Советская власть добрая, великая, подлая. Подлая. Откуда ты знаешь? Окей, поехали. Что-то все про власть, да про власть. Ну, про творчество. Про творчество. Поехали дальше. Юрий Стоянов. Ну, помните, что такое. Я не ругаюсь матом. Я им говорю. И делаю это. А. Красиво. Б. Часто. Ц. Вкусно. Красиво. Молодец. Конечно. Надо делать это красиво. Алла Борисовна. Лучший мужчина. А. Киркоров. Б. Галкин. Что там еще? Ц. Кирилл Бассейн. Кирилл Бассейн. Денег нужно ровно столько, чтобы не чувствовать себя нуждающимся, униженным, голым. Униженным. Молодец. Все. Справилась с последней. Это была последняя цитата. И фотографию. И на мой новый телефон. Ну, а на этом все. Увидимся с вами в театре. Пока-пока. Пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!